Меня зовут Борщенко Виталий. Сегодня речь пойдет о майнинговом проекте, в котором я являюсь соучредителем. Проект называется BitCluster. О том, как он был создан, когда он был придуман, с чего он начинался. Закрутилось все это в 2017 году. К тому моменту я уже много лет работал над собственными проектами, занимался бизнесом разными направлениями. В июне 2017 года мы встретились с моим тогдашним партнером Сергеем Арестовым. Он предложил обсудить тему криптовалют и майнинга. С криптовалютами я был знаком до этого уже года два. Пользовался биткоином, кошельками. В принципе, даже немного знал, что такое технология блокчейна. Я заканчивал кафедру ОСОИУ МГТУ имени Баумана и, в общем-то, к технике имел и к компьютерам непосредственное отношение. Но с майнингом не сталкивался. Он предложил разобраться в этой теме поподробнее. И буквально через пару недель я уже полетел в Китай на встречу с производителями майнингового оборудования, с продавцами, с тамошними майнерами, чтобы глубже разобраться в вопросе. Можно сказать, что летом было принято решение запускать этот проект. Мы начали двигаться. Уже в августе того же 2017 года мы сделали первые закупки с поставками в конце декабря месяца. Тем же летом 2017 года к нам присоединился третий партнер Дмитрий Кикин. И мы начали, в общем, прикладывать все усилия втроем для того, чтобы запустить этот стартап. К декабрю 2017 года были первые поставки намечены майнингового оборудования. И мы начали готовить инфраструктуру под его размещение, установку. Были отобраны площадки в разных локациях. На тот момент выбор остановился на Ивановской области, на республике Мордовия, в городе Саранск. Мы рассмотрели разные решения с точки зрения организации инфраструктуры. Остановились на тот момент на контейнерах, готовых решениях для размещения майнингового оборудования. Закупили их осенью. И сразу после Нового года 2018 началась установка. В феврале 2018 года мы запустили первый мегаватт, то есть 1000 киловатт нашего майнингового оборудования за три месяца до этого. У нас уже были эксперименты в Подмосковье, но это были несущественные площади, несущественные мощности. То есть это скорее были такие пробы пера, чтобы вообще увидеть, как это работает, собрать это все. Первое что-то более-менее серьезное начало работать в феврале 2018. В 2017 году случился рост экстремальный, который привлек всеобщее внимание к индустрии. После этого роста, когда курс биткоина рос экспоненциально, естественно, случился обвал. Обвал пришелся на конец 2017 года и продолжался он в течение всего 2018 года. Получил название «Криптозима». Естественно, это был очень тяжелый период для всех участников индустрии. Очень многие его не пережили. Это касается и площадок по торговле криптовалютами, бирж, продавцов майнингового оборудования, майнинг-отели. То есть очень много компаний закрылось в 2018 году, при том не только в России, но и за рубежом. Никто не мог ожидать, что падение будет настолько продолжительным. Потому что когда случился обвал до 11 тысяч с пика, то есть 20, все думали, что на этом все остановится. Но потом было следующее дно, как его называли, на 8, потом еще одно на 6, потом на 4. И в итоге все привело к тому, что курс опустился до 3 500 в конце 2018 года. Это и оказалось настоящим дном того падения, то есть того медвежьего рынка, после чего начался обратный постепенный рост восстановления. Год был очень тяжелый, и нам он дался очень тяжело. Мы почувствовали на себе, насколько важна стоимость электроэнергии в процессе майнинга, поняли, что мы сделали ошибки в выборе локаций, потому что тарифы, которые предлагались и в Ивановской области, и в Саранске, были неконкурентоспособны при вот этом экстремальном снижении курса и одновременном росте сложности сети, то есть росте сложности вычислений. Получалось, что рентабельность скатилась к нулю. Мы вынуждены были собирать все свои майнинговые мощности, все это упаковывать, демонтировать и перевозить в регион с более выгодной стоимостью электроэнергии. Это исторически сложилось так, что это Иркутская область с избыточной гидрогенерацией. И мы начали искать площадки в Иркутской области. Первая из них была найдена в Ангарске, и вторая, которая впоследствии стала основной, в городе Братск. Владельцами площадки в городе Братск мы познакомились на выставке в Грузии на международном майнинговом форуме, который организует компания Bitmain. Там мы познакомились с Игорем Рунцом, который на тот момент заканчивал строительство площадки. И было принято решение перевозить все на два объекта в Ангарск и в Братск, чем мы и занялись в октябре 2018. Сам переезд это достаточно болезненная процедура, потому что связан процесс майнинга с непрерывным получением денег. Переезд занял у нас порядка четырех месяцев. Мы старались минимизировать расходы, сокращая сроки как для себя, так и для наших клиентов, минимизировать потери. Тем не менее, это вылилось в десятки тысяч долларов. Но игра стоила свеч, потому что разница в тарифе, например, между теми же Ивановской областью, Саранском и Иркутской областью порядка 50%. Ну, грубо говоря, если стоит электроэнергия 3 рубля 70 копеек киловатт-час в том же Саранске, то в Иркутской области это 2 рубля 60 копеек. Ну, грубо, в среднем погода. На момент переезда общей мощности, которыми мы располагали, составляли порядка 4 мегаватт в электрическом выражении. Мы потребляли порядка 4 мегаватт. Из них около 70% мощностей попало в город Братск, на площадку, а оставшиеся 30% в Ангарск. В будущем пропорция сохранилась. С ростом компании общей вычислительной мощности, находящейся в нашем распоряжении, они увеличивались, но пропорция приблизительно сохранилась. То есть по-прежнему до 70% осталось в Братске. Это порядка 10 мегаватт и около 3 мегаватт в Ангарске. Большинство этих площадок организуется на мощностях предприятий Советского Союза, которые ныне не востребованы и не эксплуатируются, а при этом подведенные электрические мощности остались. Это как раз и есть то, что осваивают сейчас майнеры в России. И наследия этого очень много, поэтому потенциала для развития майнинга очень много. Так же было и в городе Братск. Этот цех длиной около 300 метров, пустое помещение с высотой потолков порядка 15 метров. То есть это огромные залы, которые когда-то использовались для какого-то промышленного производства. Все это подлежало капитальному ремонту, переоборудованию, организации места для работы персонала. И постепенно превратилось в огромный дата-центр. Ферму, на которой стоит порядка 20 тысяч устройств, обслуживает около 20 человек, включая электриков, инженеров, охрану, потому что требуется и уборка. Ну и масштаб большой. 20 тысяч устройств – это много. По большому счету местным жителям никакого неудобства соседства с фермами не доставляет, потому что от них нет ни шума, никакого вредного выхлопа. То есть то, что в цехах сделан ремонт и стоит большое количество вычислительного оборудования, которое потребляет электричество, ну это может вызывать только любопытство у них. Ну и также возможность трудоустроиться на хорошую по региональным меркам заработную плату на современное предприятие. Безусловно, оборудование дорогостоящее, поэтому вопрос охраны стоит на первом месте. Ковглосуточное видеонаблюдение, огромное количество видеокамер, система контроля доступа везде, вооруженная охрана, несколько постов, естественно, тревожные кнопки, поэтому ни у кого даже желание что-либо там делать не возникает. Большинство внештатных ситуаций может быть связано с электричеством, потому что потребляется огромное количество электроэнергии. Это силовые нагрузки, это высокое напряжение, это трансформаторы, высокие температуры, где-то что-то может перегреваться. То есть связаны нештатные ситуации в основном с этим, с тем, что что-то может вырубаться, что-то может отключаться, что-то может сгорать, что-то может отловляться. Поэтому особые требования к персоналу, занятому в обслуживании имени силовой электрической части, то есть это должны быть высококвалифицированные специалисты. Индустрию майнинга в России должно ждать очень светлое будущее. Очень хочется верить, что закон о цифровых финансовых активах будет максимально лоялен к майнингу. Его уже много раз откладывали и должны принять в этом году, обещали в весеннюю сессию. У нас есть все предпосылки, все условия в стране, чтобы майнинг развивался, потому что у нас огромный профицит электрической мощности, которая, как мы говорили, осталась после того же Советского Союза. У нас огромные территории, у нас холодный климат, у нас есть все для того, чтобы из этого извлекать дополнительные деньги. Поэтому хочется верить, что в законе все будет описано правильно, максимально грамотно. Есть ли вопрос у России, возможность занять лидирующие позиции в майнинге? Да, для этого есть все условия. То есть в первую очередь нужна политическая воля, чтобы законодательная база позволяла этим заниматься. Все остальное у нас есть в стране для этого. И даже сравнивая нас с Канадой и с Америкой, которые тоже располагают и профицитом электрических мощностей, и правильным климатом для этого вида бизнеса, у них существенно дороже затраты на строительство ферм. В Китае же, например, та же провинция Сычуань, где сосредоточено большее количество майнинговых мощностей, она дает хорошие цены на электроэнергию в сезон высокой воды, и они существенно повышаются в сезон засушливой. Поэтому майнеры вынуждены оттуда уезжать. То есть вот эта миграция тоже доставляет массу неудобств, повышает износ оборудования. Поэтому у России позиция в этом вопросе, она очень выигрышная. У компании BitCluster самые что ни на есть грандиозные планы на ближайшее будущее. Мы делаем свой вклад в развитие инфраструктуры биткоина, мы создаем свою экосистему, и обменник, и продажу оборудования, и увеличение майнинговых мощностей. Это все направления, которые мы поддерживаем, энергично развиваем. Нам нравится работать на этом молодом, динамичном рынке, и надеюсь, он приведет нас всех к большому успеху.